У нас самый из возрастных, как и Герман, тоже с 45-го года рождения, но это другая уже и Ветовь, да? Я вас помню. Да, да. А сестра ее с 48-го года, она сейчас находится... Сеглуха, ну как ты мне смеешься, да? Я расскажу, да, я сейчас расскажу. Сестра у нее с 48-го года, она находится где-то у сына, который живет в другом городе, да? В общем, со стороны у нас Александра только Татьяна Николаевна. Но Татьяна Николаевна судьба такая. В 9 лет она заболела свинкой в 54-м году, и в один момент, проснувшись утром, она полностью потеряла слух. Сто процентно потеряла слух, да? Но поскольку до 9 лет она говорила, и слава богу, что ее школа нормальная, то есть она не пошла потом в школу учиться двух анимых, да? Она закончила нормальную школу, учителя знали ее недостаток, и при том закончила ее исключительно очень хорошо, что поступила на биофак университета. На биофак поступила при большом конкурсе при том, да? Вот, но поскольку, вы видите, у нее такой, будем говорить, недостаток, который не позволил ей профессионально по закончившему вузу как бы работать, да? Вот, рано или поздно она пришла в общество глухих, это раньше было всесоюзное общество глухих, вот, сейчас всероссийское общество глухих, да? И до конца, пока не продали у нас клуб Ласточкиных известный, да? Глухие взяли и подешевке продали. Она работала у нас в заведующей библиотеке очень долгие годы в этом клубе ими ласточками, да? Вот такая, она, Татьяна у нас понимает по губам, правильно, да? По губам. Мам, аааа, сейчас процентов не больше. Ничего, все рано. Когда я вопросы даю, я опять понимаю, да? А когда, все, да, все, 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 все. Ну, что сделаешь, да? Я прямо сама про бабушку скажу. Сами скажу. У меня воспоминаний много. Вот лучше сейчас можете уже дополнить, потому что мы сейчас перейдем. Только потом, потом, да, значит, могу рассказать про бабушку. У меня много бы вспоминать. Ну, смотри.